Друзья, вот эти поля за моей спиной, одна из главных целей, которые преследуют перед собой рейдеры. Они стоят по разным оценкам от 10 до 15 миллиардов рублей. Все то, что мы с вами видели, и детские сады, и уникальные парки, и самая лучшая в Европе школа, по оценкам ЮНЕСКО, создана благодаря главному правилу, которое преследует перед собой руководство совхоза имени Ленина, его собственники. Дивиденды не достаются акционерам. Это говорит о том, что собственник не получает прибыли этого предприятия. Вся прибыль уходит на социальные нужды, поэтому все те ярлыки, которые клеят оппоненты, что Грудинин олигарх и помещик, и зарабатывает здесь миллиарды, он не получает прибыли от этих акций. На протяжении всего существования совхоза имени Ленина, это уникальная ситуация. Таких предприятий в России можно пересчитать по пальцам. С них нужно сдувать пылинки, власть должна обеспечить максимальные условия для их развития. Вместо этого она их душит, уничтожает. Хочет выжать из этого каждую копейку, каждый рубль в свой карман. И, конечно же, мы должны понимать, что вторая задача, которая преследует власть, это свести счеты с Павелом Николаевичем Грудиним за его смелую позицию, когда он выдвигался оппонентом к действующему президенту Путину. Многие тогда, в первую очередь, власть клеила ему ярлыки и говорила, что он спойлер, что он нужен для того, чтобы поднять явку на выборы. Собчак была спойлером. Собчак получила после президентских выборов место редактора в крупнейшем информационном агентстве. А что получил Грудинин? У него отбирают предприятия. Очередная рейдерская волна, которая основывается на неправосудных решениях судов, которые арестовывают все земли, которые мы видим, которые запрещают акционерам собираться и принимать решения. Это сотрудники правоохранительных органов и главный рейдер Москвы, который открыто заявляет, мы создадим условия, при которых акционеры сами принесут и отдадут нам акции. Вот это реалии сегодняшнего дня. Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Предложения, если они есть, обязательно поставьте этому видео лайк. Ютуб это очень ценит, это помогает видео продвигаться еще выше в тренды и в топы Ютуба. На сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь свои права. Субтитры создавал DimaTorzok